Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе интересные вещи из СССР или раздел карманных фонарей СССР. И сегодня мы поговорим о фонаре для выживания. Фонарики для выживания. Давайте немножко подумаем. Я так задумался, что это самый не на есть фонарик для выживания. Сейчас я вам объясню. Можно сказать, фонарик для выживальщика. И давайте начнём. Я расскажу и покажу. Тут, посмотрите, вот фонари-жучок. Минус, минус. Единственное минус, что они очень шумные. И минус, что постоянно надо нажимать на эту ручку. Но, с одной стороны, они, можно сказать, неубиваемые. То есть, им не нужны батареи. Их не нужно ремонтировать. Некоторым фонарям, вот карболитовым, я не знаю, возможно, уже по 50-60 лет. И ни один фонарь у них, ни один фонарь-жучок вот этот не ломается. Ну, мы нажимаем. Идёт, видите, свет у всех фонарей. И что хочу сказать. Сейчас, конечно, продаются всякие станции заряжающие, которые можно крутить. Динамо заряжать какие-то USB кабелем телефона и всё остальное. Но это не прослужит так много. Здесь вот ничего не нужно у нас. Продаются и современные фонарики-жучки. Но, которым можно понажимать. Они какое-то время будут светить без нажатия. Но это всё ненадёжно. А эти фонари минус шум. Но что-то осветить можно зайти. Это, можно сказать, бесконечный источник света. То есть, постоянно мы нажимаем. И у нас фонарь светит. Что-то осветить, что-то поискать. У нас будет возможность. Я думаю, это имеет право. Я думаю, что это тоже можно назвать. Вот эти вот фонарь-выживальщика. Вот один из них. Потому что он вечно даёт свет. Лампа практически не меняется. Не перегорает. Это всё. Это качество СССР. Далее мне нравится именно представленное фонари. Фонарь-выживальщик. Это армейский фонарь. И армейский фонарь уже так и так разработан. Что и так он неприхотливый. Что он будет использоваться в таких военных действиях. И он универсальный. Слишком яркий свет нам, в принципе, не нужен. Посмотрите. Мы его включаем. Он сам по себе очень яркий. Вот реально я проверял. Очень ярко светит вот этот фонарь. Далее он ещё и сигнальный. Видите? Зелёный, красный свет. Можно свет просто, если хотим. Мы можем его вот так вот приглушить. Чтобы слишком ярко он не светился. А можем и посигналить. Реально такой вот фонарь-выживальщик. Почему? Потому что если мы его здесь откроем. Видим мы, во-первых, запасная есть всегда лампочка в нём. Которая не факт, что пригодится. У меня сколько раз они падали. Реально лампочки просто вечные. Бывают тоже по 40, по 50 лет. А одна лампочка реально работает у фонарей СССР. Это вот самое, что ни на есть, настоящий фонарь-выживальщик. Потому что здесь есть лампочка, здесь какие-то можно нитки с иголкой ещё засунуть при возможности сделать. И самое главное, здесь, посмотрите, мы на пуговицу, на верёвочку, на шею. Чтобы руки у нас не были заняты, мы вешаем его на пуговицу. И всё, мы идём, он освещает нам дорогу. Достаточно ярко светит, если даже упадёт. Ничего страшного. Ну, такой элемент, такой вот элемент, например, тоже, если мы не достанем, в этот фонарь с помощью двух крокодильчиков я проверял. У меня есть два крокодила. Можно замотать изоленту, можно замотать абсолютно любую. У меня есть два провода с крокодильчиками с двух сторон. Можно сюда вот, на вот эти клеммы зажать крокодильчики. А с этой стороны другой крокодильчиками изоленту. Любую батарейку. Мы можем крону, мы можем пальчику батарейки. Всё, что угодно, можем намотать и спрятать сюда. То есть, получится вообще универсальный фонарь. Можно вывести эти провода и получится универсальный фонарь, который 5 секунд и работает вообще. После маленькой доработки от любых батареек. Вот именно вот эти вот фонари для выживания. Только из всех советских фонарей я выбрал эти. Потому что у них вечный источник, можно сказать, света. Можно только наживать. Но минус, конечно, большой, что они шумные. Светят они нормально. И вот этот фонарь, он и сигнальный, светит мощно. У него плюс есть запасная батарейка. Можно модернизировать легко. Он будет работать от любых найденных элементов питания. И также, посмотрите, можно его вешать на стену. Он очень удобный, можно его поставить. Он квадратный. Мы поставили на полочку. Очень хорошо он разработан. Куда угодно можно поставить. И, конечно, можно им посигналить. Вот такие вот фонари выживания. Если вот здесь его доработать, то можно вообще сделать его многофункциональным. Я из-за этого, я потому что коллекционер, я не порчу оригинальную конструкцию. Может, какой-то фонарик запасной у меня появится. Я что-нибудь придумаю, что-нибудь сделаю. А так можно собрать многофункциональный фонарь. То есть, мы раскрываем. Если батарейку поставить сюда еще крону, она будет занимать мало места. Все остальное, отсек мы можем использовать для ножа, для булавки с нитками и многих других приспособлений. Итак, на сегодня все. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и моя группа рыбалки-пулинари вконтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока!